Соседям откройте пожалуйста. Спасибо. Службу приставов откройте. Курсик на свои задолженности? У вас высчитывают. У вас не затопление, у вас за то, что квартира в соц.найме находится. Сейчас есть возможность оплатить сейчас сумму? Да откуда? Нету. На сегодняшнем рейде мы проходим должников с целью ознакомления их с материалами исполнительного производства. Также производим акт описи и ареста имущества. По нашему законодательству успокаиваемся, слушаем дальше. Я понял, слушайте дальше. Документы кто покупал? Есть? Ну да. Документы у нее зачем? Данные люди ознакомливаются с материалами исполнительного производства, предупреждаются. Должникам вручается требование о явке. Получается на завтрашний день в адрес Балаковского РОСП. Если должники не явятся в адрес Балаковского РОСП, на них будут составлены протоколы об административном правонарушении. В данный момент, если имущество не превышает стоимость 30 тысяч рублей, то должник имеет право самостоятельно реализовать данный имущество. Никто у вас ее не заберет. Вы послушайте. Сейчас вы можете сами добровольно реализовывать арестованное имущество. Завтра приедете. Вам пристав более подробно все объяснит, как дальше действовать с данным имуществом. Имущество остается у вас. Никто его не заберет у вас. Вы договор с вами заключали вообще, нет? Или вы так живете по ордеру? Почему не оплачивали договор с вами плату за найм? Ну вот, теперь вот начнем платить. Простите, пожалуйста, договор нормальный. Смотрите дальше. Сейчас по законодательству собственник и представитель собственника в моем лице мы можем выселять из живопомещения за неуплату в общежитие. По учетной норме 6 квадратных метров на человек. Поэтому я вам рекомендую оплачивать за должность, обогатеть ее и впредь. Я потихонечку, но не могу. Я вот в лагерь поеду. Вы показываете хотя бы динамику платежей, что человек хочет платить, а вы не платили годами же получаете. Держите договор. Наше законодательство, Жилищный кодекс, в том числе, говорит о том, что я могу выселить из живопомещения с представления другого живопомещения, в том числе, то бишь общежитие. Теперь не платежа, а свыше 6 месяцев. С маленькими детьми тоже имеете право выселиться? Если площадь позволяет 6 квадратных метров на одного человека, то я могу выселить. А есть какая-то статистика? Сколько, например, за этот год уже выселены или за прошлый? За прошлый год у меня было два выселения с представлением другого живопомещения. Одна семья была выселена, вторая семья, как бы, они отбили суд, выполнили все требования, которые я устанавливал в своем исковом заявлении. И они остались в своем жилом помещении. Если вот они не платилищики, вот семья, вы их выселили, а они и там не платилищики, а выселять-то уже больше некуда. Что в этом случае-то? Законодательство говорит о чем? Если я могу выселить без предоставления, только в случае, если жилое помещение используется не по назначению, либо оно, как бы, по факту уничтожено, то есть там разбитые вся окна, допустим, нет, давно не проходил ремонт, в этом случае я имею право выселить жилое помещение без предоставления другого жилого помещения. В СМИ проходили информации, что арестовывают котиков породистых каких-то дорогих. У нас такое проходило? Ну, как из последних новостей известно, пристав арестовал золото, украшения. Да, это, конечно, все возможно. Арестовывать породистых собак, кошек, да, это все законно. Если человек специально уклоняется от уплаты задолженности, конечно, на приставах будут предприняты все меры на взыскание задолженности. Такие меры, как ограничение выезда, если сумма долга превышает 10 тысяч, составление акта описи ареста имущества в дальнейшей реализации данного имущества, выходы по месту должника, вручение требований, составление протоколов. То есть это очень все давит на психику человека, должника, особенно если это сознательный должник. Люди сами добровольно оплачивают.